Многокалиберная пуля и пистолет-пулемет специального назначения. Пистолет-пулемет. Вчера, сегодня, завтра. Какими параметрами должны обладать эффективные пули для пистолетов-пулеметов, цель которых борьба против террористов? Если у автомата ША-12 поражающий эффект достигается за счет калибра 12,7 мм, то нет ли возможности создать нечто иное, основываясь на данных не только современной техники, но также и исторической науки. Макет пистолета-пулемета под патрон с Н-образной раскрывающийся в его стволе пулей. Магазин снят. Внутри передней надстройки находится приемник магазина и Г-образный толкатель для патронов, подающий их внутрь цилиндрического поворотного механизма. В задней надстройке находится подпружиненный упор для магазина, который прочно удерживает его на своем месте. На нем также установлен диоптрический прицел. Рукоятка затвора связана с ним системой пластин, закрывающих отверстия в ствольной коробке, благодаря чему пыль и грязь в нее через него не попадают. Наконечники из древних могильников. В прошлом материале, где рассказывалось про пули в форме диска с острым режущим краем, речь шла о том, что в древних могильниках находили наконечники стрел даже и такой формы. В форме диска. То есть рассчитаны они были исключительно на нанесение широкой резаной раны. Но известны были и сугубо бронебойные стрелы, которые в полете не вращались. У этих наконечники были узкие, граненные, способные раздвинуть кольца кольчуги, либо тоже и узкие, но плоские, по форме напоминающие зубило или стамеску. Эти рассчитывались уже на то, чтобы перерубить кольца кольчуги. Ну, а совершенно плоское острие уменьшало возможность рикошета при попадании в цель под углом. Пистолет-пулемет с магазином и прикладом. Рукоятка перезаряжания вместе с затвором при стрельбе остается на месте. Она соединена зубчатой передачей с поворотным механизмом, и всякий раз при взведении затвора проворачивает его на 90 градусов. При этом внутрь него попадает патрон, который из магазина выталкивается Г-образным рычагом. Так уж повелось, что мы рассматриваем пули к огнестрельному оружию исключительно цилиндрической формы, хотя раньше известны были и пули квадратного сечения, предназначавшиеся для стрельбы исключительно по нехристим и дакарям. Вид на пистолет-пулемет справа с установленным на нем магазином. На передней надстройке установлен тактический фонарь. Сразу же за ограждением спускового крючка находится гильзаотвод, через который стрелянные гильзы выбрасываются вправо-вниз, что очень удобно для стрелка. Переделывать такой пистолет-пулемет для леворуких стрелков будет сложно, поэтому в спецконтингент, вооруженный этими ПП, их лучше попросту не брать. Ну а что, если создать патрон с высокоскоростной пулей повышенного пробивного действия, которая могла бы, как и стрела древнего лука, вращаться под воздействием набегающего потока воздуха. Кстати, ведь существуют же пули-турбинки для гладкоствольного охотничьего оружия. Причем, было бы хорошо сделать так, чтобы она, эта пуля, не нарушая всяких там гаагских и прочих конвенций, сама по себе была бы небольшой, но раны наносила ну просто очень большие, так что ни пули не пробиваемый жилет, ни уколы анальгетиков не оставили бы террористу ни малейшего шанса. Задача для ТРИЗа, не так ли? Маленькое сделать большим, не вращающийся вращающимся, да еще чтобы и наконечник был очень острым, но так, чтобы никаких проблем с досыланием таких боеприпасов в патронник не возникало. Пуля с раскрытыми стабилизаторами и рядом с ней патрон вместе с пулей. Пуля с профилем буквы Н. А что если сделать Н-образную по своему профилю многокалиберную пулю и оснастить ее поликлиновидным наконечником из вольфрама-лебденового сплава? Причем, понятно, что из него должна быть изготовлена не вся пуля, а лишь ее боевая часть, причем соединяться с остальной пулей она должна настолько прочно, чтобы в соответствии с международными конвенциями в человеческом теле эта пуля бы не распадалась. Гипотетически она вполне может выглядеть, как плоский параллепипед с передней частью в виде двух соединенных между собой стомисок, заточенных в противоположные стороны. Между ними перемычка, предотвращающая сход воздушного потока. Нечто подобное использовалось в древних наконечниках стрел. Из-за разницы в направлениях заточки они летели, вращаясь в полете. Но в нашей пуле предусмотрены еще четыре раскрывающихся стабилизатора, которые в любом случае повысят точность ее полета, независимо от того, будет она при этом вращаться или нет. Таким образом у нее получается уже не один, а сразу несколько калибров. Горизонтальный калибр 22 мм. Это ширина самой пули. Вертикальный калибр оперения 24 мм. Диагональный калибр, то есть диагональ между стабилизаторами 32 мм. Калибр самого тела пули 4 мм. Со сложенными крылышками 7,6 мм. Длина 25 мм. Максимальный диаметр плоской гильзы 9 мм. Длина 24 мм. Для крепления пули на ней предусмотрена более узкая дыльца, в которую входит пуля вместе со сложенными и прижатыми к ней стабилизаторами. Магазин с патроном на подавателе. Справа видна пылезащитная пластина, которая закрывает подаватель от загрязнения. Когда магазин присоединен к пистолету-пулемету. Патрон получился похожим на винтовочный и при этом достаточно большим. При толщине гильзы в 9 мм. 30 патронов, уложенных в один ряд друг на друга, в магазине к нему должны занимать 27 см. Плюс еще пружина и подаватель. Так что магазин для таких вот патронов, торчащий у пистолета-пулемета снизу, сразу же превратит его в чрезвычайно неудобное для стрелка оружие. Поэтому была выбрана схема с горизонтальным расположением магазина, во много схожая с его установкой на германской винтовке G11 и пистолете-пулемете R90. Но только вставляется он не впереди, а слева сбоку. Патроны при этом располагаются в нем вертикально, пулями вниз. Попадая внутрь ствольной коробки, они оказываются внутри специального поворотного механизма цилиндрической формы, которым каждый очередной патрон устанавливается на линию досылания в патронник. Передняя надстройка с ограждением мушки. Хорошо видно прямоугольное отверстие для подачи патронов в поворотный механизм. Задняя надстройка с диоптрическим прицелом. Выдвижной приклад снят. Достаточно простое устройство. Ствольная коробка такого пистолета-пулемет вполне может быть простой цилиндрической формы, поэтому и затвор к нему тоже цилиндрический. На двух пружинах и двух направляющих стержнях. Ну, скажем, как у старого американского М3. Но перед стволом установлен поворотный механизм в форме цилиндра с отверстием под патрон. Магазин устанавливается так, что его приемник с патроном на лотке подачи оказывается над ним. Цилиндр соединен шатуном с Г-образным подпружиненным толкателем, который находится в надстройке над поворотным механизмом. Когда затвор идет назад, цилиндр проворачивается и его отверстие совмещается с отверстием для подачи патронов. Г-образный толкатель выталкивает патрон из скобок магазина. Он падает вниз и оказывается внутри цилиндра. Причем, внутри у него патрон дополнительно удерживается магнитом, чтобы при стрельбе вверх он не мог вылететь из него внутрь ствольной коробки. Еще раз поля крупным планом. В передней части затвора имеется прямоугольный выступ с экстрактором, который входит в отверстие цилиндра поворотного механизма и досылает из него патрон в патронник, после чего происходит выстрел. УСМ можно сделать и Курковым, пропустив боек с ударником через затвор, что повысит точность стрельбы. Хотя форма патронника проста, сразу за ним находится особая расширительная камера. Там имеется свободное пространство, а перед входом в ствол есть четыре выступа, напоминающие бульдозерные отвалы, которые своими острыми кромками входят под сложенные стабилизаторы пули. Пистолет-пулемет с выдвинутым прикладом. На его магазине хорошо видна защелка и пылезащитная пластина. На него можно также установить и каллиматорный прицел. EOTech XPS-3 Гильза содержит пороховой заряд из двух видов пороха, 20% быстро горящего и 80% медленно горящего, бронированного. Когда происходит воспламенение капсюля, быстро горящий порох тут же вспыхивает, давление мгновенно увеличивается и пуля входит в канал ствола. Выступы в камере расправляют ее стабилизаторы, те скользят по их криволинейным поверхностям и попадают в боковые вертикальные каналы буквы N. Дальше начинает гореть основной пороховой заряд, который разгоняет пулю до максимальной скорости. Передняя ее часть тяжелая, из вольфрама-лебденового сплава. Задняя часть параллелепипеда сделана пустотелой, и она более легкая. Давление газов расширяет ее стенки, и они плотно прилегают к каналу ствола. Несмотря на всю необычность этого оружия, его удобно держать в руках. Хотя можно, наверное, было бы добавить переднюю рукоятку для удобства. Охлаждение по принципу Льюиса Сам ствол может иметь разную конструкцию. Наиболее простой может быть примитивный стальной брусок с оребрением для охлаждения снаружи, в котором канал нужной формы проделан электроэрозионным способом. Кроме того, в нем имеются два отверстия, которые служат для охлаждения ствола изнутри. То есть все работает так же, как и в пулемете Льюиса. Пороховые газы при выстреле наполняют на дульник пламя-гаситель. В нем возникает разряжение, которое и протягивает воздух через ствол. В принципе он может быть и тонкостенным, повторяющим профиль имеющегося в нем пулевого канала, но над этим лучше всего будет подумать инженерам-технологам. На этом фото хорошо виден дульный срез и охлаждающий ствол круглые отверстия, через которые при интенсивной стрельбе прокачивается холодный воздух. Сам ствол снаружи имеет продольное оребрение. Опять таки, сразу же оговоримся, что показаны здесь образец всего лишь макет, под точно такой же макет совершенно гипотетического патрона. Все это выполнено в пластике, поскольку таким образом значительно легче это представить, нежели рассматривать на чертежах и схемах. Главное, нужно точно определить, будет ли пуля такого или подобного устройства вращаться в полете, поражать цель на приемлемых расстояниях с приемлемой точностью, и окажется ли при этом и более эффективной, чем существующая пуля традиционной конструкции. И если да, то почему бы в таком случае ей не появиться на свет, а вместе с ней и примерно такому вот пистолету-пулемету. Большим недостатком современных образцов стрелкового оружия являются выступающие у них снизу магазины, из-за которых стрелкам приходится сильно приподниматься над землей, подставляясь при этом под пули. В данном образце из-за того, что магазин на нем находится сверху, стрелять из него можно вплотную прижавшись к земле. Что касается недостатков, то они у данного образца тоже есть, причем видны, что называется, невооруженным глазом. Мощный патрон, большая длина ствольной коробки и, соответственно, большая общая длина, потому что ствол у данного ПП тоже должен быть длинным, чтобы как следует разогнать его высокоскоростную пулю. Из-за ее формы надеть на ствол еще и глушитель, скорее всего, не удастся, к тому же с ним длина оружия станет совсем запредельной. Хотя понятно, что иметь малую длину столь мощное оружие не может по определению. Продолжение следует.